Наконец-то вышел долгожданный Mad Max, поэтому не будем тянуть и сразу же перейдем к обзору Безумной жизни Макса. С вами крупный игровой портал Game Awards. Приятного просмотра! Наконец-то вышла долгожданная игровая версия Безумного Макса. И пока вся школота пишет расписание, начинает учить уроки, рыдать и кричать, я не хочу завтра идти в школу, я уже несколько суток играл в Mad Max. Начало в Mad Max начинается практически как в фильме, так что вас не заставляют час проходить пролог, как это было в Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Парочка слов о том, как весь мир скатился в жопу и сразу же заставка с погонями, боями и пилой в черепушке. Увы, главного злодея игры пила не берет и он забирает у Макса все, бутылку вискаря, папироску, фотку с семьей и конечно любимую тачку. И пусть Макса раздели, поимели и выкинули гнить в пустошь, он все равно выживает. При этом у Макса сразу же появляется верный спутник Динки Ди. Это собака, причем которая названа в честь консервов. Наверняка вы все думаете о том, что такому герою как Максу полагается красотка, которая будет сопровождать его на протяжении всей сюжетной линии. Потом сердце Макса растает, они переспят и все в этом духе. Нет, он встречает горбуна по имени Жестяник. Конечно паренек не красавец, к тому же постоянно несет какую-то дичь. Но зато он сможет сделать новую тачку. А если коротко, Горбун решил, что Макс что-то вроде Иисуса, святой, который был послан ему высшими автомобильными небесами, где всегда есть куча смазки и бензина. В общем, как говорилось ранее, Жестяник собирается для Макса собрать самую крутую тачилу. Магнум Оупес. Магнум Оупес, или как принято называть его в игре, шедевр, является пупком всей игры. На протяжении всей игры вы строите эту тачку. Вокруг нее крутится вся сюжетная линия. И в общем-то, вы должны будете провести все время, занимаясь улучшением этой тачки. Стычки в пустошах – это самое лучшее, что есть в игре. По пустошам разъезжают постоянные патрули врага. А автострады заполнены конвоями. Так что любая встреча, пусть даже какая-то случайная, сразу же переваливается в яростную погоню, запашок бензина и звук ревущего мотора. Вообще, враги в игре – куча тормозов. Как правило, противники либо сами разбиваются об стенки и камни из-за своих ошибок, либо вы стреляете им в бак, после чего они летят ловить звезды на небе. Но если это не происходит, тогда они становятся очень грозными врагами, прыгая на вашу тачку, тыкая своими ч***ами в окно и мешая управлять ею. Если вам нравятся мощные тачки, тогда пожертвуйте скоростью и обвешайте свою тачку железными пластинами. Если вы хотите гонять быстрее ветра и не париться вообще об управлении, пора тогда поменять выхлопную трубу вместе с движком. Ну а если вы любитель приятных сюрпризов, тогда поставьте на тачку таран и обвешайте ее взрывчаткой. Суть стычек не меняется. На протяжении прохождения всей игры. Впрочем, как и весь открытый мир. Изначально мне казалось, что пустошь будет какой-то ущербной и пустой, но разработчики удивили. Блуждая по пустоши, вы будете постоянно натыкаться на какие-то интересные ориентиры. К примеру, вечно дымящийся и всеми желанный, словно женщина, Гастаун. Или разнообразные подвалы местных наркоманов, где вы также сможете найти много чего интересного, в том числе таблетки и шприцы, чтобы затянуться. Очень удивило то количество информации, которое было заложено в текстах. Каждый встречаемый объект будет иметь свою собственную историю. Даже фонарик. Представляете? Бл***ь фонарик! Разбросанные по всей пустоши реликвии могут рассказать много интересного. Разнообразные биографии и истории. К тому же, в этих всех находках находится очень много самых разных отсылок к фильмам. Так что будьте внимательны. При этом важно не увлекаться сильно всеми этими поисками. Ведь рано или поздно сюжетная линия заставит тому, чтобы вы вновь продолжали собирать металл, дабы заработать на бутылку водки. Вообще, со временем все становится однотипным. К примеру, каждый форт отличается своим проектированием. Но захват постоянно проходит по одному и тому же принципу. Вот пробились вы, значит, внутрь, прикинувшись своим, сказав «Меня зовут Макс и я алкоголик». Начинается зачистка, разрушение объектов и избиение самого главного отморозка в этом месте. Причем так происходит в каждом месте. Но пока вы не смотрите на все задания, как на работу, то пустошь становится для вас такой же постоянно притягивающей. Не знаю, помнит кто-нибудь или нет, но разработчики Мэд Макс сделали очень много заявлений по поводу системы выживания в игре. На деле же она принесла больше вреда, чем какой-то пользы. За все время прохождения игры лично у меня не возникло проблем с едой, водой и даже бензином. Я постоянно жрал и смаковал собачьими консервами. Я постоянно, как выражаются алкаши, пил вкусную водичку из ржавой сто раз прогнившей трубы. Ну и в конце концов постоянно заливал себе бензин. Боевая система тоже не порадовала. Первая стычка с бандитом по задумке игры у меня должна была произойти на складе. Но я бандюка просто пристрелил и он успешно полетел вниз в пропасть. Когда же я наконец-то увидел принципы боевой системы, то был очень огорчен. Так как боевая система была буквально слизана из серии Бэтмен. Единственное, что было в ней нового – звук ломающихся костей. Но есть одно отличие. Если Бэтмен порхал в бою с врагами словно стриптизерша, то Макса лишили всяческой элегантности. Главный герой представлен суровым работником завода, который полагается только на 100 грамм водки и грубую силу. Ну а когда наберется ярости, то Макс кости ломает в два раза шустрее. Звон и хруст костей, игнорирование правил, лежачих не бьют и дробовик, конечно. Враги напоминают гопников. То есть им глубоко плевать на то, что вы деретесь уже с двоими. Остальные тоже полезут в кошачью драку. Дергая за волосы и царапая кожу. Порой, даже при огромном количестве вражины, начинаешь волноваться. Ведь их бывает настолько много, что возникает острая необходимость позвонить братишке или достать взрывчатку. К большому сожалению, все стычки проходят на чистом автомате. Вот скажите, кого вы чаще всего в играх видите в качестве напарников? Сексуальных девушек, которые специально до трусов расстегивают свои комбинезоны? Пожилых учителей, которые уже всю плешь проели своей философией? Или веселых, но тупых роботов? В общем, забудьте тех, кто с вами был в остальных играх. Честно, Макс в жопе. Баб нормальных нет. Выпивона тоже. Так что вскоре вы знакомитесь с обожженным на пол ебаным торчком, который постоянно истязает себя стрелами, наверняка пихающих даже себе в задний проход. Знакомитесь с безногой старушкой, мечта которой построить пустынное корыто с парусами. Знакомитесь с пустынным воином, который утверждает, якобы пустошь скоро будет морем, а на берегах построят пятизвездочные отели. И, конечно, знакомитесь с жестянщиком, который лично для меня похож на голума. Из кинотрилогии «Властелин колец». Как говорилось ранее, он бредит и возомнил, что Макс – это аналог Иисуса. Естественно, на фоне этой фантастической четверки Макс выглядит самым нормальным. Адекватное общение, поступки, циник, ну и в меру, конечно, не многословный. Но в пустоши Тихони, как правило, самые больные. Макс не исключение. Он влюблен и хранит верность своей машине. И слепо движется к безмолвной равнине, которая может оказаться лишь легендой. Черти в голове Макса не выскакивают наружу. Они тихонько сидят и медленно пожирают его изнутри. В итоге, игра Мэд Макс намного глубже погружает игроков в атмосферу пустоши, в отличие от фильмов. Но сказать что-то более весомое, значит лишь испортить удовольствие от грядущего прохождения. Игра является очень неординарной, так как в игре сочетаются многие элементы из игр разных жанров. В игре надолго не задержишься, так как вскоре замечаешь однообразие и она надоедает. Но то, что она дает, безумные погони, взрывы, драки, интересный мир и безумного Макса достойно похвалы. И вот наш видео обзор подошел к концу. Желаем вам собрать побольше лома и прокачать своего железного монстра. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и оставлять свои комментарии.